В ясный полдень, на исходе лета, шел старик дорогой полевой, вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он смотрел счастливыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал, дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, тишине, и отведав сочных спелых ягод, может статься вспомнят обо мне. А не вспомнят? Экая досада. Я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу. Это стихотворение я выучил примерно 25 лет назад, но актуальность не потерялась. Мы часто живем и не видим то, что происходит рядом с нами, а точнее не хотим видеть. И иногда слово ресторация у нас вызывает странные эмоции, казалось бы, дорого. Вот кафе Теремок, что за магазином «Орбита»? Дойти сюда несложно. Это сегодня место вашего прекрасного отдыха. И вот летник, и вот здесь салаты за 50 рублей, и вот здесь кулинария недорогая и дешевая. Так что глазки откройте и вспомните о том, что каждый вечер вы тратите на еду в любом магазине 500 рублей, когда можно здесь просто великолепно отдохнуть, покушать и первый, и второй, и третий, ну и немножко развлечься и отдохнуть, и послушать живую музыку. И действительно, вещи очевидные и куда более нужные в последнее время перестали быть для нас необходимыми. Радость общения заменила зависть к железке о четырех колесах, купленной соседом, либо ставшей век трехмерного ТВ ненужной телевизионной панелью прошлого поколения. Конечно, богаче жить хочется, но реальное богатство – это память. Память о каждом прожитом дне. Умение устраивать себе праздники практически каждый день. Нам, живущим в свое время за железным занавесом, было присуще. Мы за меньшие деньги, да и без денег вообще, жили веселее и дружнее, чем кто-либо. И время вернуться к корням настало сейчас, когда мы, будем надеяться, спрыгнули с кредитной иглы и научились жить посредством. И можно реально устраивать праздник каждый день, и поводов-то море, да и места отдыха и отдыха недорогого есть буквально под боком. Взять, к примеру, собачью свадьбу, на фоне которой мы поразмышляли. Рождение кошачьего преплода, и чем это не повод собраться в теремке, не говоря уже о свадьбах и юбилеях. И сколько это стоит, посидеть здесь и погулять? Да в среднем от 500 до 700 рублей на человека. И это в замечательной атмосфере ухоженного ресторана и летнего двойка. Да и кстати, раз мы уже ассимилировались в мировое сообщество, то вот вам такие наблюдения. Холодильники сытых и спокойных американцев – это холодильники граждан СССР 80-х годов. Нет, конечно, они в 4 раза крупнее, но забиты битком дешевыми продуктами. И при этом все ежедневно ужинают и обедают в ресторанах. В 97-м это можно было сделать и за 10 долларов. И заехав в 2010-м в кулинарию теремка, за 300 рублей можно купить обед и ужин на четверых. Кстати, семейные и такие родные, можно сказать, кулинарии – это лучший и наиболее качественный и свежий ассортимент полуфабрикатов. Не перемороженных, не просроченных, сделанных руками людей, которые ценят свой труд и свое рабочее место. Ну а комплекс семейного отдыха ценят любителей шашлыка, домашней кухни, проверенных и только качественных напитков, живой музыки и дружественного общения. Да и это показательное. Далеко не каждый досуговый центр позволяет устроить праздник своим соседям-пенсионерам. А комплекс теремок, его хозяйка Ольга Агалакова, вот уже 10 лет как устроившая настоящий семейный бизнес, это делает регулярно. Мы бы, конечно, могли вас удивить широко, широким списком знаменитостей, среди которых и обладатели Кубка Стэнли, и директорский корпус ММК, и люди более чем уважаемые и авторитетные. Все они постоянные гости и летника теремка, и ресторации теремок. Но сегодня, как, впрочем, и всегда, здесь ждут вас, таких уставших и утомленных жизнью. Здесь можно отдохнуть и набраться сил, здесь комфортно и уютно. И об этом не скажешь в рекламном ролике, об этом нужно песню петь, что и было сделано лет 10 назад. С возрастом все становится лучше. И даже если вы становитесь немножко полнее и лысея, зато, как говорится, мозгов здесь больше. И поэтому все становится интереснее. Так вот, 10 лет назад, когда открывался ресторан «Теремок», я поделился своим навыком зарабатывания коммерческого, зарабатывания денег. Ну, я делаю еще и рекламные ролики, постановочные, красивые, с мозгами, а не то, что вы сейчас видите по телевизору. И, естественно, это вызывало некоторые нарекания. Как-то я отдельно зарабатываю деньги. И тогда я поделился своей работой с Валерием Генневертом, моим учителем, корифеем от телевидения, еще корифеем от кино. И он сделал красивое произведение искусства. Под песню, естественно. Ну вот, 10 лет прошло, и ничего не изменилось. А кафе «Теремок», кулинария «Теремок», ресторация «Теремок», летний дворик от кафе «Теремка» стал еще лучше. Здесь сегодня делают благотворительные вечера. Здесь кормят пенсионеров, вот тех, кто живет рядом. Здесь вот, во дворе, за магазином «Орбита». Здесь сегодня звучит живая музыка. Здесь великолепный шашлык. Здесь недорогая кухня. И почему я здесь не вижу всех тех, кто живет рядышком. Вы, наверное, все-таки предпочитаете кушать непонятные продукты, тратить те же самые деньги. Так вот, пора ситуацию менять. Пора понимать, что лучше час-другой посидеть в уютной обстановке со своей женой и ребенком здесь, в центре города, чем пялиться на ящик, в котором смотреть-то особо нечего. Делайте выводы. И живите полной, красивой и солнечной жизнью. Старое кафе, верные друзья. Я за соломинку держусь, коктейля позабытый вкус. Горит на столике свеча, вновь собрались мои друзья. Старое кафе, верные друзья. О них нам забывать нельзя. Среди забор, среди дорог. Старое кафе, верные друзья. Они как прежде ждут меня в кафе с названием «Теремок». Кафе «Теремок» приглашает вас провести незабываемый вечер с друзьями. К вашим услугам бильярд, караоке, живая музыка. Кафе «Теремок», проспект Карла Маркса, 176, дробь 1. Телефон 30 3177.